Я многих прошу, если что, в чате, которые пытаются узнать, что это за песня была, ну, по крайней мере, у меня не спрашивайте, потому что я не знаю, отхожусь от компьютера и рандомно в плейлисте играет музыка, поэтому не могу сказать. Начинается игра, раунд на ножах, поехали. Итак, кто кого даст два длина. Сейчас посмотрим, кто какую сторону выберет. У нас последняя дуэлька сейчас намечается. Нет, что это такое? А, уже все, все порезали. Стэй, Стэй, Стэй пишет. КТ, КТ выбирают НИПы, они будут играть в защите. Вот такое решение принимают эти бодрые парни. Ну, команда, сам Клан Тек, я не знаю, нужно ли кому-нибудь в мире Counter-Strike представлять, что же такое НИП. Легендарным Хиттоном еще давным-давно созданная команда. Ну и, конечно же, здесь игроки просто легендарные, шведские игроки Forest и GetRight. Был, конечно же, здесь и есть легендарный Xist, уже можно так сказать. Ну и два сорсера, FIFLARN и Freiberg, которые, кстати, очень довольно неплохо пока что играют, показывают себя с лучшей стороны. Но не знаю, что будет дальше. Как будут дальше игроки играть, как будет развиваться CSGO. Вот пофиксить ли нам скоро вот эти вот баги, когда тут на роликах ездят ребятам. Ну, CSGO только недавно вышел, сейчас, видите, там один лагающий, вот нужно его пофиксить. Forest, видимо, это тоже не понравилось только что. Ну, а это будет все быстро фикситься, буквально каждую неделю выходит патч у GO и постоянно что-то новое появляется. Зато он у нас очень интересный, веселый мод, в котором можно рисовать всякие веселые штучки. Я даже не знаю, можно слэмчик нарисовать. В общем, ну, не знаю, в принципе, фишка очень интересная, удобная. Конечно, была фишка всего CS в том, чтобы вот здесь карта была фуллскрин. Она сейчас не очень удобная, мне кажется, ее тоже нужно сделать фуллскрин. Но пока решили сделать такое, не знаю, ну, по крайней мере, нюк очень неудачно отображается. И мне это не очень сильно нравится, так худова для слэмчика. Но, в общем, он уже бежит. Ну, что ж, давайте посмотрим, что делают парни. Не поиграют агрессивно, поджимают тэшку. Там уже Форест и Фрайберг в нижней тэшке exist. И уходят на Титаник сейчас Ставбус и Некс. Ну, тут тоже, на самом деле, только Трабли и Апрокс. Вот, КС 1.6 игроки. Тут, по-моему, все-таки три представителя Counter-Strike Source. Выход на длину, стяжка. Там Фифлар находится на точке. Вот, давайте посмотрим за ним, как он будет сейчас чекать проход длины. Ну, вот, кстати, вот этот волхак автоматически убирается. Тут биндом в GoTV. Есть минус. Ладно, об этом тоже попозже. В Респе тоже небольшая перестрелка. Гетрайт, Форест дают минуса в защите. Длина пытается пройти Апрокс на ходу. Лекс Дегла, какой хэдшот. Два хэдшота. Что сдает Апрокс Дегла и Фрайберг, и Гетрайт остаются. Но с Гетрайтом стоит всегда, наверное, посмотреть. Талантливый, очень-очень талантливый игрок. И парень может сейчас подразобраться. Посмотрим. Гетрайт пошел. На спутке есть один игрок, второй на гусе. И пошел выход. Конечно, вот эти вот корзины тоже мешают. Апрокс третий минус за раунд дает. И Апрокс минус 4 из Дегла дает. 1-0 за Маус Спортс. Вот это начало в матче. Довольно бодрое. И, по-моему, очень веселое. Давайте немножко погромче, наверное, себя сделаю. Ну что, Маус Спортс 1-0. Ну, тут чисто раунд Апрокса. Опять же, по стрельбе пока что в данный момент могу сказать себе, что вам точнее себе. Мне очень нравится Дегл, потому что в нем осталась стрельба 1.6. В принципе, почти как ВВП. Но ВВП там своя фишка. По экономике я еще не все до конца изучил. Вот Гетрайт любит играть на антиэко с дедушкиным обрезом. Шутганы здесь тоже подняли очень неплохо. И, по-моему, просто за фраги с этих девайсов даются почти по 900, по-моему, долларов. Но я точно не знаю, то вот Сорсеру не подскажет. Я это скоро буду знать уже в ближайшие недели, когда сам под лотничком поиграю. Ну и посмотрите, что происходит. Весь эко-раунд сливается на длине. Гетрайта брали с дедушкиным шутганом, с дедушкиным обрезом. Чтобы он один принимал этот маленький проход, чтобы в упор расстреливал. Но не получается. Пока что не получается. Слив, точнее, антиэко. Эко, как говорился я. Да, спасибо, что подсказали. Не очень удачно, если бы от Гетрайта. Видимо, он не палил дедушкиным. Все-таки обрез, чтобы его не забрали. Показал пистолет, умер с ним. 2-0 с Мау Спортс. Давайте смотреть, что будет дальше в этом матче. Все-таки игра за первое место. 10 очков, если не подводит память, у Нипов, у соперников. У Мау Спортс 7. Также 7 у американцев. Ари 51. Но если сейчас в хлам проиграют Мау Спортс, я не понимаю, там, за счет разницы раундов, потому что с американцами сыграли 15-15, они могут не выйти. Нипам тоже лучше не проигрывать, потому что, ну, если проиграют Нипы, в принципе, Нипы могут слить, по сути. Мау Спортс, когда выйдут с первого Нипы, со второго, и вопрос будет тоже закрыт. Ну, по-моему, по очкам я немножечко ошибаюсь, но у Мау Спортс, по-моему, 9-7. Вот, по-моему, такая даже ситуация. У Нипов 9, 3 матча, 3 победы. И Мау Спортс, 2 матча, ничья. 7 очков. 2 победы и ничья. Ну что, смотрим на раунд от Мау Спортс. Мидл двоем степом. Некст тэшки, Трабли под Б, план по мидлу пошел. И в Парыче еще фейк. Такой сплит Б с Парычем. Один из извращенных вариантов. Форест дает минус дегла. Минус на центре от Фореста. Что там такое происходит? Лес порубал, забрал калаш. Слышит Б. Выходит агрессивно. Минус. Жмет дальше. Трабли его подрезает. Ладно, посмотрим, чем все закончится. Здесь флэш в центре. Неплохо Старбосс разобрался. Да, он минус 2. Остается один Трабли у нас. И он все-таки забрал бомбу и ставит ее на Б. Вот послушаем. Ага, послушаем и плохо. Сейчас ноутбук. У меня звук. Забываю про это постоянно. Ну, ладно. Посмотрим, задействуем Трабли. Флэш. Как плохо все-таки ее кинули. Он видит. И, тем не менее, Гетрайт ставит точку в этом раунде. С очень интересным девайсом. Забирает он Трабли. И счет становится 2-1 за Маус Спорт. Знаете, многие игроки... По поводу Молотова хочу поговорить. Многие игроки машнили на то, что появился Молотов. Зачем он нужен. Все меняет в игре. Но, знаете, поиграв в Гоу, уже все говорят, что, в принципе, возможно, не такая уж и плохая фишка. У игроков появляется еще больше разнообразия по тактикам. Его можно во многих местах использовать. Допустим, Слэм говорит, что было бы неплохо, если бы разрешали всего лишь один Молотов на команду. И думали, как его использовать. Ну, что будет с Молотами, мы еще узнаем в ближайшее время. В принципе, не такие уж они и страшные. Ну и пока что... Опять принимают вот как-то поджим. Нипо, посмотрите. Ну, в центре хорошо сыграли. Длина упала. И 3-5 в раунд, по-моему, разруливается. Ну, сейчас посмотрим. Давайте на карту быстро. В РУСПе, Фрайберг, Фифларен на длине, Форест 1 на АБ. А Прокс и Стракс остаются на мидле. Пока что непонятно, куда они все-таки пойдут. Будет ли это выход на центр, либо все же... Сейчас глянем. Да, мидл под ВП даже выходит. Калаш, ВП, степом, мидл, Форест. Мидл не просматривается. Фифларен посматривает сюда с длины. Причем он смотрит парыч. Он просто увидит, что выходит снизу. Если его сразу... Вот, увидит. Ох, какая реакция. Хорошо. Хорошо сегодня, по-моему, стрелять будет Фифларен. В него только что зарядили. 18 кп остаются. Попадал. Видимо, попал Стракс. Какой жесткий. Но не добил. Повезло немножечко этому парню. Под ником Фифларен. Но мы смотрим за Страксом. Все-таки он пытается отрезать себе проход. С РУСПауна дымом. Меняет девайс. Флешка поздняя. Ну, вот, не повезло с Форестом. Если бы убил, в принципе, мог зайти на точку и поставить бомбу. Это 2-2. Это 2-2. В матче Мал Спорт с Нинди в пижамах. И пока что равная ситуация. Ну и не забывайте, что читаю, ребят. Читаю пока что чат он 3D. Он у меня просто здесь на другом компьютере включен. А просто Steam, с которого идет Go, запущен. Поэтому я пока не могу читать чат на Киберарен ТВ. Там слэмчиком сейчас будет. Будет контролировать всегда его. Так. Молт оф экшен. Фифларен минус. Гзист минус. Ну, такой быстренький эко через пары числи. Полнейший Апрокс последний. Апрокс. Мидл пытается выйти с Глоком. Но тут тоже без шансов. Хотя забрали Гзист и Фифларен. Сейчас посмотрим на фраги. Что у нас тут. Кому ставят звезды. Кто у нас больше был MVP. Ну, пока не так уж и много MVP. Вот по звезде у Гитрайта, Фореста и Фрайберга. Апрокс и Трабли также. Ну, Апрокс пистолетного раунда. Мы помним. Хорошо. Пошел. 6 на 3. Гитрайт. 5-1-3. Форест. Второе значение. Это ассист. Вот буква КП. В этом табе. Это значит парень стрелял. Там нанес дэмэджа. Но добил его другой игрок. Но по каким правилам считается ассист, я тоже пока до конца не знаю. Тоже параллельно буду учиться CSGO. Я думаю, все эти фишки, мелкие нюансы. Буквально за пару недель мы со слэмом выучим. Ну что, поехали. Поехали. Наверное, посмотрим уже быстренький на какой-то раунд. Нет, все-таки быстро не будет. Хотя вроде бы немцы начинают расчехляться на парочах. Здесь, кстати, очень удобно сделали бинды. Раньше приходилось там свою программу писать бинды. А сейчас просто автоматически по дефолту в конфиге от единицы до нуля это игроки. То есть слева направо. Вот единичка. Это, допустим, Фрайберг. Двоечка Форест. Кзис троечка. Флорен четыре. На пять Гитрайт. Ну, дальше шесть Апрокс. Некст. Стракси. Трабли. И став босс. Удобно. Удобно. Ну что, будет парочка. Хотя, знаете, вот, ну, пока что из того, что мы со слэмом смотрели, действительно пароч редко вот занимает защитой. Поэтому у атаки есть очень большое пространство. Вот так вот сделать, прыгнуть с парочем. Вот отлично знают, как действовать на дасте Маус Порс. Флорен до конца на длине. Не, ой, как не попадает. Сейчас оба на шит. По-моему, здесь он уже с успом. Ну, смотрите, контролит. Фрайберг тем временем дает. Минус. Минус от Фиффларна. Хорошо. Переключаемся к Форесту. Он вылетает с Б. Идет на хелпу. Тут уже один Стракси, в принципе, все. Аркада закончилась, захлебнулась. Хотя парни в Респе могли неплохо действовать. Стракси. Два в Респе. Но он про это еще не знает. Видимо, есть инфа, что там два игрока. Знает, в принципе. Ой. Ой-ой-ой. Ну вот видите, просто парень не привык к физике. КС Гоу. Он бы понял, если бы играл в 1-6, что сзади не ящик, а сзади соперник. Минус. Уходит. Респаун. Сейвит девайс. Какой хитрый жук этот Стракс. Как оказался. Либо Стракси. Да и неважно. Но веселая ситуация. Нипа 4-2 в защите. На Дасте. Все неплохо. Все неплохо. Когда в ЭГ играют. Сегодня в ЭГ играют. Мы сегодня обязательно посмотрим. Веригеймс против ЕСЦ. Будет первая такая стычка серьезных команд, возможно, которые попадут в топ-3 чемпионата. Я верю в поляков, что они последние две недели проявили себя лучшим образом на тренировках. И будут сейчас просто бороться за топ-1. Флорн. Центр. Минус. Апрокс. Выход Старбоса пойдет дальше. Ну, давайте сейчас быстренько. Фифларно я еще привыкаю к биндам. Он не понял, что вышли сейчас с Мидла. Но Апрокса забрали. Экраунд. Довольно простой. Даже без задумки какой-то сейчас разыгрывает Маус Спортс. Видите, под Б будут собираться. Да, посмотрим, что здесь. Здесь у нас, кстати, Форус сидит. Ух ты, какой он сейчас ящик забрался. О, поджег, поджег. Там всех, наверное. Ну, давайте быстренько пройдемся. Да, посмотрите, здесь какая лужа огня. Ну, правда, никого не пожарил. Вот чуть ближе, вот чуть позже бы он давал бы, наверное, секунды через две. Здесь бы как раз собралась бы атака и получил, по крайней мере, двое игроков. Итак, Трабли Парыч став босс мидл. Стракс, Некс, идут на АБ. Здесь, кстати, двое на АБ. Здесь, кроме Фореста, еще есть хилпа. Фореста снимают. Есть один АКМ засейвленный и пытаются через него пробить. Неплохо с Тракси действует. Молочага дал минус два. И точку пробил Флоренс, что Зиглаха. Что, Трабли ставит. Экзист минус. Ну, все, тут надо уже экономику, по-моему, стабилизировать. Bomb has been planted. Ну, и... Оу, минус в окне. Чуть-чуть вообще какого просто монстра. Включил, пошел. Брайт раунд. Жесткий игрок. Команды Маус Спортс. Дефос пошел. Как говорил Слэм, тут иногда проскакивает. Холли, еще это когда-то не успеваешь сейчас диффузить бомбу. Может быть, это на каких-то серверах. Я не знаю. Опять же, я вот поменьше пока в Гоу поиграл. Но я думаю, что придется пару недель сейчас немного попотеть. Миксей там, парни, рубимся. Мирка, ЦСГЛ. В принципе, вперед. Особенность эти дни, пока КСГО бесплатный. Попробуйте. В принципе, тот же самый КС. Да, физика, конечно, другая. Я прекрасно понимаю всех этих молодых людей, которые... И стариков, которые там по 12 лет играли. И молодых людей, которые вот только начали играть. Там 3-4, максимум 5 лет. У которых только начало получаться. И тут бацами на игры. Понятно, что им не очень хочется на что-то другое переходить. Но пока такая ситуация. Сплит Б на Фореста. Переходим. Он здесь один остается. Снимает Некса в воротах. Видит тупик. И слева, конечно, еще уже на Б заходят ребята. Гзист влетает в центр. Чекает мидл. В меньшинстве фнатики на точке. Да, здесь уже немцы. Флэш через верх. Гзист на флэш. Куда ж ты залетел? Фифларн с ВП. Далековато. Гитрайт... Вот Гитрайт, кстати, дал минус. Посмотрите, получил флэш. Фифларн тоже слепой. Вот я сейчас переключаюсь. А, Фифларна уже нету. Гитрайт. 1 в 3. Бомба стоит. Гитрайт ощемят. Причем 20 колесов у него остается. Но тут нужно сейвить Кольт. И третий раунд для Мау Спорта. Все-таки боевая пока что у нас встреча между этими командами. Нип и Мау Спортс. У нас все-таки Мау Спортс есть шанс занять первое место в группе. Им нужна победа. Но как минимум ничья им нужна в этом матче. Чтобы спокойно себя чувствовать. И обойти американскую команду Ари 51. Как мы понимаем, у нас система все-таки сингл. Мы думали, что будут там третьи команды тоже проходить. Первые в полуфиналы. Там вторые, третьи в четвертьфиналы. Но нет. Сегодня после групп сразу написаны у нас полуфинальный матч. Причем два параллельно. Но, в общем-то, сегодня насыщенный день. Много игр. И скоро потянется мой коллега. Я думаю, будет весело. Звук у нас наладится. На стриме будет вообще все крайне круто. Давайте быстренько на карту. Сейчас посмотрим, что здесь. Чем здесь промышляют Форест и Компашка. Но уже потеряли игрока. Причем знают приблизительно, наверное, что уже делают соперники. Фрайберг заходит в Т-шку. Идет смещение АВП. Тут игра от Фореста будет. Играют популярно полюбившийся уже многим, наверное, Акрайон с одним АВП. Все его делали. И Нави его используют. И, по-моему, все топовые команды любят такой раундец с АВП поиграть. Потому что хороший снайпер может, если вы знаете, что, скорее всего, будет медленный раунд у соперников, хороший снайпер может четко отыграть. Вот там какой-то парень прошел только что лунной походкой. Но, я думаю, такие фишки в CSGO пофиксит. Если вы смотрите из CSGO, параллельно GoTV, советую вам поставить апдейт рейт 16. Так вот посоветовал сайт Хелтеворг. Ну, так вот, по крайней мере, когда вы смотрите, не лагает. Выход под Б, там один Фрайберг. Он убегает, дымит ворота, сейчас зайдет, а здесь уже тусовка. Все, он понимает, что здесь соперники. Форест пока что пытается контролить парычи, но тут уже поздно. Уже Маус Спортс на Апленте. Нужно сейвить, наверное, АВП. Видимо, он дальше распа не пойдет, скорее всего. Будет попытаться там отстрелить окно, дверь. Видите, не отстрелит, уйдет. Здесь все понятно, все правильно. Дейтимейт, там лучше не сливаться, чтобы не побежали за АВП и не начали загонять сейчас Форест где-то здесь на длине. Гзист в распауне. Гитрайт по-прежнему лагает. Гитрайт именно один игрок, который лагает. Ну, ладно. Видимо, какую-то команду не прописал. Ой, какие Фнатики-то. Что ты несешь? Да, оговариваюсь, ребят. Конечно же, НИПы. Там НИПы-СК, можно Фнатика-СК их назвать. НИПы. Фнатики, да. Конечно же, НИПы. Ох. Не хватает здесь какого-нибудь карна в составе, там, головатого капитана. Я очень рад, что GoldenFive, наши любимые поляки, перешли всей команды на гол. Это действительно радует. И действительно очень интересно смотреть, как же у них тут пойдут дела. Ну и радует, допустим, новый состав Virtus.Pro. Я думаю, совсем скоро мы его увидим на Starladder. Гоу. Ладно, выход на B. Давайте там посмотрим. Аркада, сплитбет. Здесь уже Molotov были нажарены соперники. Минус 2, хорошо. Forest играет. И посмотрите, Nex убил своего, которого покоцал Forest. Короче, Forest здесь просто всех разорвал в мясо. Очень актуально по таймингу кинуто, брошен был Molotov. Ну и там весь этот заход был неплохо отжарен. Вернемся пока что на карту. Посмотрим, что здесь происходит. Конечно, флешки, которые прокидываются. Вы знаете, вот длина прокидывается уже вот с этих позиций. Прокидывается здесь вся крыша. И сюда сразу моментально пролетают гранаты. Вот, в принципе, так и так может занимать длину. Но здесь контры тоже. Обычные парочки не занимаются. Идут на длину под гранаты. И видите, в упор пошел заход. Видимо, там поставят все-таки FIFLAR на контроле. Позицию, да. И двое отходят. Поставили снайпера. И возвращаются на плент. Это гитрайт. Но он здесь не один. Рядом с ним Гзист. А Фрайберг с Forest по-прежнему на B. FIFLAR хорошо стоит. А флешен игрок в парочи сейчас. Гзист прокидывает гранаты. Ну, сейчас, кстати, из плента будут принимать. Гитрайт здесь довольно так опасно стоит. Он отвернулся от флешки. И, знаете, я даже не знаю, что здесь получится у них с Гзистом. Потому что на АВП не стоит рассчитывать на FIFLAR. Поэтому нужно будет принимать вдвоем. Там тоже парни на B могут быть заняты. Сейчас посмотрим. Центр, выход. Парыч раскидали. Это какой-то фейк на B. Прохаванный с прокидкой с Парыча от Mousesports. Но он, видите, не было завершения. Один вышел. Двое стоят под воротами. Умирают по одному. Только сейчас пошла Тэшка. И здесь, в принципе, игроки защиты уже могут приспособиться. Вот окно. Хорошо. Фрайберга забрали. Где-то здесь должен еще быть Форест. О, Форест дает минусы. И Трабли минус 2. Вот это да. Какая раздача. У Трабли проблемы. Кстати, он не может отрелоудиться. Видите, ему не дают это сделать. Чим этого игрока из респауна. Фифларн минус с Гзистом. Фифларн подстраховал с центра. Вот Гзист не добил. Смена девайса от Фифларна. Стракция 1. Ну. Это вот все-таки Стракция. Да, его флешило. Подлагивает немножечко. Когда смотришь с этого игрока. Фифларн минус. Диффузы. Семь раундов защиты у Ниндзи в пижамах. И Нипы, Нипы все-таки забирают первое все-таки по ходу место в этой группе. С четырьмя победами. Максимальный результат. Но они и так главный фаворит. И СВЦН вот с французской командой Верри Геймс. Кстати, в финале французских отборочных была очень серьезная борьба. 16-13, 16-13. Они еле прошли свою национальную квалификацию. Но не знаю, как у них получится. Все-таки тут есть парни, которые могут сильно удивить. Дым какой-то нелогичный. Одного дыма хватает, чтобы закрыть позицию. А на самом-то деле дым так и работает. В принципе, он вполне логичный. Советую вот у Na'Vi на форуме неплохое интервью брал журналист, конечно же, к SEO. Портал Na'Vi Gaming с разработчиками CS GO. Ну вот они там рассказывают, что они пытались брать все лучшее из двух игр. Из GO, из 1.6. Что-то оттуда, что-то оттуда. Ну, конечно, нам всем кажется, что из Source больше было взято, чем из 1.6. Советую вам тоже это интервью посмотреть. Там есть субтитры. Довольно интересное оно по насыщению. Нет, мне нравится дым. Мне нравятся флешки, что от них так колбасит. Кстати, мне уже начинает потихонечку нравиться молотов. Хотя поначалу мы с него довольно плотно смеялись. Его пофиксили пару патчами. Раньше он, конечно, дымажил гораздо мощнее и жарил вообще сосиски поплотнее. Но, в принципе, сейчас он тоже очень хорошо поджигает. Поэтому... Их 5 можно брать. Вот в этом другой вопрос. Что пишут, что погоди, Тафф, Мауза начнут убивать. Но сейчас посмотрим. Пока им тяжело в атаке. Хотя, знаете, здесь все-таки как-то стало полегче защищаться. Но пока, по крайней мере, есть такое впечатление. Возможно, пока еще игроки не наиграли по 800 тысяч часов. Пока не настрелялись. Пока не прохавали всю фишку. Может быть, пока просто не хватает всем стрельбы. Но не факт. Потому что такие парни, как Форрест и Дидрайт, уже умудряются фантастические вещи сдавать. Ой-ой-ой, опасный молотов на мидле. Ну, по крайней мере, врыва-то точно не будет. Это контрал. Он в огонь вряд ли будет врываться. И под флешечку. Ну, тоже... Тысяча способов использовать молотов, конечно. Когда их 5 штук. Вот, может быть, в этом действительно и проблема. Может быть, разрешать там не один, может быть, два на команду. Не знаю. Ну, коммунити придет к этому. От контрол прилетело. Привет, пацаны. Давайте, рашьте нас. Йоги. Флеш. Еще поджаргли. От флеш. Что здесь происходит? Убежал, убежал. Ну, нажарило, по-моему, сейчас тут тоже неплохо. Флорн минус. А, это аркада с контрол сейчас будет. Посмотрите, что делают ребята. Гзист выходит с пацанами и разрывает весь мидл. Вот такой вот врывчик и своему тоже. На. Ну, все. Next. Последний. Его добивает Форрест. Ну, просто жестко прокидали парчи. Пушили мидл. Не были готовы к такой наглости Маус Спортс. Хотя, если бы был этот 1.6, можно было таких рывчиков ждать. Но неожиданно. Действительно, НИПы сейчас ворвались. Так, ребят. Ну, тут, кстати, много фишек интересных. Ну, по-прежнему, конечно, главное отличие от 1.6, это вот эти вот самые, кроме графики, конечно, это вот эти вот стрельфы, которые действительно большие, к которым нужно привыкнуть. К стрельбе привыкаешь, в принципе, быстро. Но прыжки, кстати, пободрее, по-моему, чем в 1.6 здесь можно так пропрыгивать, проскакивать. Но изменена, конечно, карта, текстура, это понятно. Но все-таки вот самое вот для меня большое отличие это стрельфы. Очень непривычно поначалу и больше всего к ним привыкал, потому что они реально большие. Через парыч, кстати, Гзиста можно посмотреть. Он тут поджимает, пытается поджать длину. К нему сейчас придет Апрокс. Здесь с одним Калашом разыгрывают раунд Маус Спортс. Калашу Трабли. Трабли пытается пропечатать парыч. Там сидит Райт на гусе. Фифлар на баннере СВП уже поймал Трабли. Калаш упал в парыч. Стракси, по идее, его забрал. Вот минус от Гзиста. Уходим на парыч. Парни здесь пытаются выйти. Форест дает минус, по-моему, в районе Медла. Ну и пошел выход на Фифлар на Гитрайт. И Гитрайт минус один. И Гитрайт минус... Нет, все-таки Фифларн. Забрал второго СВП. Сколько в идеале должно быть в гол? Чего? В идеале в ФПС? Ну, под 300 там. Под 300, ребят, должно быть. Должен быть мощный комп. Я все время играл в 800 на 600. У меня не так много наигранных часов. Ну, в общем-то, поспрашивал ли мы у всего топа. Весь топ советует 1024. То есть, следующее после 800 на 600 разрешение экрана. На нем, говорят, гораздо удобнее. Вот попробовал его. У меня даже тоже такой мощный компьютер. Но пришлось понизить там настройки графики. Потому что там красоты. И хорошего разрешения, конечно, нам, наверное, никогда не видеть. Нужен, наверное, супер мощный компьютер, чтобы играть в Full HD. Даже не знаю, какой. Чтобы не лагало. Но это точно должна быть тачка из Пентагона. Ну, можно настроить вообще так, чтобы играть без лагов и наслаждаться, действительно. Так, Форест, Гзист, Фифлар, Негитрайт на Апленте. Форест подтягивается с Респа. Фрайберг одного на Б. Оставили. Форест бит. И вот, наверное, сюда он и стянулся 19 хилсом. Будут рисковать угадывать точку. Давайте глянем, где у нас Форест. Шьет пароч. Все-таки, видите, эти ребята уже знают, где что прошиваются. Уже, конечно, многое смотрели. А выход на центр. А Форест давал туда флешку. Хорошо там, по идее, встретил. Дымы все-таки выходят на Фрайберга. Давайте за ним посмотрим. Он один на Б. И флеш через верх. Жмет ворота. Все, начинают уводить ему прицел. Минус от Рабли. Б по идее заняли. У Рабли 4 хилса. Прокс еще. Минус Фореста добили. Он был к битой. И вот тут 3 в 5. Такое, наверное, не подтащить. Посмотрим. Гзист. Фифларн. Минус Респа дает. Здесь рядом с ним Гзист. Гитрайт пойдет через Тэшку. Нет, чекает ворота. Проверяют. Все, надо выбивать, наверное, идти. Все-таки последний раунд первой половины. Нужно пушить до конца. Вот настройки видео лучше высокие. Средний или низкий? Я низкий уже по концовке поставил, если честно. Нет, на средний поменял. Были у меня высокие. Поменял на средний. Трабли минус Фифларн. Но это должен быть раунд. Да, это раунд по-любому Мау Спортс. Вот очень мне нравится, что на Гоу ТВ видно, когда игрока за флешилом. 10-5 первой половины за шведами. Ну и они идут к тому, что первое место и 100% результат в группе будет именно у них. Ну так, по-моему, и должно было быть. Ну вот, видите, кто-то пишет все на максимуме, ничего не лагает. Очень просто. Ну хорошо, главное, чтобы у тебя 300 FPS было. Тени очень низкие. Я тоже попробовал низкие тени, но, знаете, вот все-таки тени, они влияют на ход матча. Вот это будет, наверное, отдельная наука в CSGO, потому что тень бывает раньше видно, чем текстуру. И нужно знать, где там от тебя тень упадет, где не упадет. И использовать тени, чтобы вот точно так же выкупать своих врагов из-за углов. То есть тут, я думаю, тут еще отдельная тема и отдельная серия каких-то видео нужно снять по поводу тени, как с ними играть, как с ними действовать. Но опять же будем учиться. Новый вызов, на самом деле, кс игроками, кс коммунити, новая игра. Вроде бы старая, все то же самое, но все совершенно по-другому. Но нужно заново бороться за топ и доказывать, что мозг решает. Все-таки, как любят Гридзера, Гравити. Ну, в принципе, я, наверное, с ним соглашусь. Кс это, наверное, самая сложная игра в мире. Вот 5 на 5, командная игра. Вроде бы все просто, но с другой стороны здесь такое случается, что, не знаю, вот был кс, 14 лет всегда что-то придумали новое. Самая главная игра в кс гоу, выключать вертикальную синхронизацию, потому что, ну, это же кс, я думаю, все знают. И так не пыть. Три тэшка прошли через тэшку. Точнее, нет, там двое. Уже чекают мидл, уже с нексом кто-то перестреливается. Ему дают поменталку. Сейчас посмотрим, будет ли выход на него. Да, хватит. Да, будет выход на него. Гзист уже здесь. Флешка на б пошла. Гитрайт уже выходит через тэшку. Они хороший сплит пытаются сделать. Но пока здесь отстреливаются контры. Выход пытается помочь здесь парням. Где же он? Где тут игрок на точке? А вот он на платформе. Не мог его долго найти. Гитрайт сейчас пытается... О-о-о-о-о-о-о-о. Вот это просто нормально. Он как будто и знал, что набежит сам соперник на этот патрон. Остаются Гитрайт с Форестом вдвоем. О, как их тут отфлешивают. Есть тэшка. Форест пытается отжать флешку. Форест минус. А убили Гитрайта на точке. И... Бомба стоит? Нет, не стоит. Бомба упала в пленте где-то. Вот, а, вот он лежит. Мигает рядышком перед Форестом. Закрывает себе... Плант. И окно дымом. Сейчас Форест видел одного. Знает, где второй. Есть время. 30 секунд. Ох, как он пытается хитро сыграть. Нет, его увидели. Его увидели. Но он пытается принять ворота. А не того игрока, который здесь манцуется. Какой? Минус тракси. И ста. Босс. У тебя проблемы. Ой-ой-ой. 18 холцов. Привет от Фореста. Привет из 1.6. Называется. Вот какой передает Форест. 11.5 и лол он берет раунд. Вот это да. Ну, вот теперь точно. Это такой был смачный удар в бороду от Нипов в команде Мау Спортс. И небольшой такой... Ну, пока еще не нокаут, нокдаун. И вряд ли могут после него, наверное, прийти в себя Мау Спортс. Ну, посмотрим, что будет дальше. Форест продолжает нас радовать. Хедшот Мея хорошо сейчас засчитала Ставбасу. Конечно, зажимы очень сильно отличаются от 1.6. Наверное, одно из тоже больших и главных отличий. Ну, в два раза ниже нужно сжать, вот, опускать прицел. А если мы там в КС 1.6 с Калаша где-то в ноги давили, то тут надо в два раза вот на таком же расстоянии еще ниже от ноги пояснить, чтобы оно где-то туда залетело. Специфичная стрельба. Опять же, я думаю, она, возможно, будет меняться. Ну, посмотрим ближайший чемпионат. Тоже с вами привыкнем уже к какому-то более-менее дефолту. Ну, а потом будем удивляться ближайшие полгода. И вообще, наверное, долгое время, как игроки будут что-то новое придумывать. Ну, лишь бы игра пошла, лишь бы Valve ее не забили на нее. 12.5. НИПы уверенно лидируют в этом матче. В принципе, наверное, здесь уже особо ничего не скажешь. Они сделали и выполнили, перевыполнили свою задачу. Вышли с первого места, отлично отыграли. Ну, правда, еще 4 раунда. Конечно, извините, у меня фанаты Мау Спорс. Я уже там пятый раз за игру храню Мау Спорс. Ну, вот почему-то не верю я в этих парней. Сейчас вот уж чересчур по игре отличаются действия НИПов. У них есть звезды. Все-таки вот эти 1.6 игроки Фореста, Гитрайта, они как-то быстро вообще просто приловчились. Гоу и очень хорошо попадают. Ну что, Парыч, посмотрим, будет выход или нет. Здесь, кстати, неплохие флешки в исполнении контров. Мы видим тут полуслепую команду Ниндзи в пижамах. И вот став, босс вышел с Парыча и дал по башке. И ушел. Забрал Фифларна, посмотрите. В Тэшка! У Фореста проблема. У Фореста забрали в Тэшке. Он только Апрокса смог минуснуть. А Некс его добивает. И вот сейчас у Гитрайта там в Тэшке. Нет, не будет у него проблем. Он дает минус Некс. Все хорошо. Стракси. Ты же где? Ходишь на Б. Трабли под мидлом. Давайте, наверное, к Трабли сейчас придут. Нет, на Парыч перетягивается команда НИПов. В общем-то, став, босс. Трабли именно там вдвоем. Ну, вряд ли они что-то сделают. Вот Трабли пытается с Респа. Посмотрим, став был бы Сплэнт за ящиками. Ой, хатчет какой! Но минуса не было. Минус от Гитрайта Экзиста. Все, стракси последний. Тринадцатый раунд для команды Ниндзи в пижамах. И отличная игра. Отличная игра на ЕСВЦ 2012. Ребята выходят в полуфинал, который, возможно, мы с вами посмотрим вечером. Просто вот самый главный вопрос. Кто будет играть против НИПа в полуфинале? Если ЕСВЦ не пропрутся и не займут первое место, то нас ожидает полуфинал чемпионата НИПы против ЕСЦ. Это если там все хорошо будет у парней из ЕСЦ. Потому что... Ну, я не знаю, чем могут закончиться матчи с грандами. Пока вот, знаете, с первыми грандами. Там, такими, как Вери Геймс. И есть там еще ребята. Вот чуть-чуть позже покажу вам группы. Дождусь слэма. Переподключим наше подключение. Наладим звук из игры. Покажем таблицы. Все пойдет. Пойдет полная игра. Вот не хватает мне просто сейчас второго компьютера. И звук из слэма ноутом. И, как говорится, второго языка. Чтобы пока один там чем-то занимается по трансляциям, второй мог комментировать. Ну что. Фрайберг, Кзист, Форест, Сплитбэм. Они выходят в мидл. Все, пошел выход. Давайте посмотрим, наверное, за защитой. Сейчас, видите. А, отрезают ноутом Тэшку. Они уже понимают, что Сплитбэм. Останавливают Тэшку. Но Тэшка все равно через огонь проходит. И флеша через верх. Отличный заход. Минус три. Гитрайзер два минуса. Фрайберг дает. Ну, в общем, контры остаются вдвоем. Посмотрим. Трабли. Хорошо отрезал. Тут был стрипой игрок. Трабли хорошо забирает Фрайберга. Какой хорош вообще. И вдвоем из-за ворот попытаются сейчас разобраться немецкие игроки. Ну, а здесь у нас платформа. И Гитрайзер где-то слепой. Я не знаю. Смотрим. Не слепые. Мауза слепые. Нет, не могут убить. Пока слепые. Там уже прошла флеш. Гитрайзер минус. А минус от Стабоса. Стабос. Фифлан СВП. Опасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А он в Тэшке. Стабос об этом не знает. Он диффузит. Диффузит на морозе. Бросает. Слышит своего соперника. Не видит. Ну. А-а-а. Фифларен берет раунд. Стабос. Ну, что ж ты исполняешь. Хотя Фифларен там тоже подисполнил немного. Мог запороть ситуацию получить по башке. Но нет. Ладно. 14-5. Продолжается матч. Вот так вот. Вот так вот жестко рубят Нипа. Гитрайт уже по... О, тут Степом Б выходит. По декораунд. Мама Спорт, кстати, у них Эка уже идет на ничью. Они пытаются тянуть уже матч на ничью. Прекрасно понимаю, что... Ну, не рискуют. Они не идут в Абанк. Сейчас не закупаются всяким трэшем, как говорится. Хотя, я уверен, вот... Благодаря тому, что вот улучшили немножечко автоматы. Из-за того, что пистолеты сейчас даже ворота простреливают. Из-за того, что появились всякие жесткие шотганы, новые гранаты. Мне кажется, вот на Эка и по Лубае гораздо интереснее сейчас. Потому что такие девайсы появляются, что... Ну, просто скучно не станет. И всякие веселые пистолеты по 400 баксов, которые по 30 там хилсов за попадание снимают. И с пули хеджотом убивают. То есть он стоит 400 там и даже меньше баксов. То есть ты его покупаешь и просто берешь таких 5 и идешь рвать в щепки своих соперников. Ну, тут поинтереснее можно. Ну, не знаю, схема по девайсам. Я думаю, полгода эти схемы будут меняться. Вот, допустим, Нипы, у них один экораунд вот есть такой. У них очень интересная схема. Это вот на Инферно и на Дасте, смотрю, в защите. Когда Гитрайт играет один на точке Б, либо на Инферно, либо на Дасте. Играет с дедушкиным обрезом. Причем мы видели вчера на Инферно, что этот дедушкин обрез может в длину там десятерых положить с одного шота, если вовремя выйти по таймингу. Ну что, последний раунд. Выход на длину от Нипов. Гитрайт, кстати, пробил там парыч. Давайте за ним посмотрим. Вот он, молотов дает в респаун. Гори в аду, говорит. И пошел выход от Гитрайт. О, какой хеджот получил. Вот он, кстати, граната как тут действует. Не дает вообще пацанам помочь. На пленте пробегает Форест. Три в два. Хорошая сейчас ситуация вроде бы для Нипов. Но они все слепые. Слушайте, эти флешки надоели уже. Можно тут эпилептиком стать, если отстремишь чемпионат вот с этими флешками. Гзист. Причем ты не как игрок там одну, там две флешки за раунд получаешь. Ты получаешь их тут штук по десять в раунд. Апрокс, минус один. В РУСПе остался. Дает минус один на один. Гзист. Жмет. Минус. Победа Нип. 16-5. Первое место в группе. Да езжишь. А вот кто будет второй? Мау Спортс или Барри 51. Об этом нам, наверное, скажет все-таки Киберарена ТВ чуть попозже. Официальный сайт ЕСВЦ и их ЛТВ Орг, наверное, чуть пораньше. Пусть они вот все-таки решат, там на месте событий, кто же проходит. Мау Спортс или Барри 51. Возможно, это уже все знают, с какой разницей нужно было играть в Мау Спортс. Просто Мау Спортс и американцы сыграли 15-15. То есть личной встречи между ними нет. Между ними все решится именно за счет разницы раундов. Либо какая-то, может быть, будет дополнительная игра. Кто его знает, что там придумают на этом ЕСВЦ организаторы. Личная игра. Ничья по 7 очков. И спорная ситуация со вторым местом. Вот, в принципе, почему мы и надумали, что будут стыковые матчи. И будут четвертьфиналы, полуфиналы. И думали, что все-таки сильный состав. Вроде бы как по группам. Все вроде бы как равны в начале игры. Но решили, что будут полуфиналы, так полуфиналы. Так. Читаю чат о 3D. Тут что-то пишут. Зомби брали. Серьезно, игра полностью Light4D сделана. Я не знаю. Это движок Source. Можно то же самое сказать, что из Dota сделан. Один и тот же движок, апдейдженный движок Source. Не Source движок, а проапгрейдженный. Какой-то следующий. Из полного названия не знаю. Source Upgrade, наверное, его так можем называть. В принципе, точно на таком же двигле сделана Dota. Если в Dota когда-нибудь сделает First Person V в какой-нибудь биндом. А это реально. В принципе, в Dota можно играть как в 3D-шутер. По идее. Вообще. По раскладам. Сойк пишет. Движок Light4D, инфа 100%. Есть игра Dead Island. Так вообще, Молотов, по-моему, один в один. Вообще прорисовка. И огонь Молотова. И вообще есть Dead Island. Тоже вальвовская игра. По-моему, оттуда выдран. Но нет. Это не Light4D. Забейте. Пока останавливаю запись.